Всем шалом и добрый вечер. Мы сегодня начинаем следующую часть книги Хискера. Дело в том, что все те предыдущие главы, которые мы учили до сих пор, являются первой частью книги Хискера, которая является самостоятельным куском, который занимается о пророчестве разрушения, то, что ожидает народ Израиль, то, что произошло. И, в принципе, это идет с первой до 24 главы, тогда как сейчас мы начинаем следующий, скажем так, сборник пророчеств, который тоже является отдельной книгой в книге Хискера. Это с 25 главы по 32 главу, когда идут пророчества, которые говорят о всяких народах. И начиная с 33 главы и до конца книги, это пророчество, утешение, которое является сами по себе. Итак, как мы сказали, то, что мы сегодня начинаем, у нас сегодняшняя 25 глава, что, как мы сказали, что с 25 главы до 32 глава является, в принципе, отдельная, самостоятельная часть книги Хискера. Они занимаются, это часть пророчества о народах, с которыми у народа Израиля были такие или иные отношения, и, скажем так, контакты, в основном в вражеские и военные, то есть воюют. То есть такие контакты об этих народах. В принципе, эта часть появляется посреди пророчества Хискера о народе Израиля, в принципе, между пророчеством о разрушении, которые закончились, то есть 24 главой, и которые начинаются, в принципе, заканчиваются тем описанием начала осады Иерусалима, 10-е ТВ, это порочество, и, в принципе, обещанием, что эпоха Немоты и Хискеля закончится с приходом к нему посланника, то есть выжившего в Иерусалиме, скажешь, рассказавшего, что его, вот Шалом Игорь присоединился к нам тоже, сказавшего, что будет, что произошло разрушение, что он уже с ним разрушен, и это произойдет, то есть, в принципе, начнется, рассказ этого момента, с точки зрения хронологии, начиная с 33 главы и дальше, и, в принципе, у нас посредине есть вот эта вот часть, называемая пророчество народа. В принципе, задача этого куска, это, как бы, скажем так, части книги Хискей, очень понятна. После разрушения храма, просто вообще разрушения, тяжелейших наказаний, которые пришли на народ Израиля, есть, то есть, вполне нормально было, то есть, как бы, опасаться ситуации, что имя Всевышнего сквернится. Он говорит, что Всевышнего сквернится, почему? Потому что народы, а нужно понимать психологию древности, Дело в том, что в древности народы считали, что у каждого народа есть свой бог, и когда происходят войны между народами или какие-то вещи, то это война богов. Если какой-то народ был, то есть, он был поражен, то это значит, что бог определенного народа поразил бога другого народа. То есть, в принципе, то, что народ Израиля был, его страна разрушена, его храм бога разрушен, народ уходит в изгнание, в принципе, среди народов, которые вокруг создаются сознания, что бог Израиля побежден и сокрушен их богами, то есть, богами Вавилона и так далее. И для того, чтобы, скажем так, у народов не было такой думки, то есть, да, такого-такого мысли, то Всевышний придет показать, что все взлеты и падения всего, включая других народов, тоже зависят от него. И в конце концов, что он рассчитается с другими народами. То есть, да, в принципе, все зависит от него и только от него. Для этого пришли эти пророчества Ихискеля, которые обращены к Москве, несколько пророчеств, то есть, в принципе, с 25 по 32 главу обращено к народу. То есть, дело в том, что в этой пуске есть пророчества, обращенные к семи народам, или о семи народах. Об Амоне, Муаве или Саире, об Идоме, Филистимлянах, Цуре, Цедоне, Египте. Основное, скажем так, пророчество, основной разговор идет о двух народах. О, Цур, это будет глава 26, аж по 28. И Египет, это аж с 29 по 32 главу, то есть разборки, то есть пророчества об Египте. Кстати, скорее всего, цифра 7 с точки зрения народов не случайна. Что обозначает цифра 7 вообще в лудаизме? Цифра 7 обычно показывает власть Всевышнего в этом мире, то есть, да, в принципе, в мире физическом, материальном. Поэтому есть 6 дней творения, 7 день шаббат и так далее. В принципе, семерка показывает власть Всевышнего в этом мире, и поэтому 7 народов, то есть, да, показатель власти Всевышнего над всем миром, над всеми народами. Дело в том, что, как мы сказали, то есть, как бы, вот этот вот сборник пророчества народов делится на две части. С 25 по 28 главу, которые занимаются шестью народами и заканчивается, скажем так, очень похоже на избавление народа Израиля, а также с 29 по 32 главу занимаются пророчеством, которое относится к Египту. Интересно, что этот, скажем так, сборник пророчеств не сохраняет хронологический порядок. То есть, они явно не построены по хронологии. Мы увидим, что некоторые пророчества, например, пророчество 1 о Египте, скажем так, приведено, произошло намного раньше, чем пророчество о Цоре. Хотя и пророчество об Египте приведено в пророчество после Цора, хотя произошло хронологически по-другому. Таким образом, хронология не влияет на порядок пророчеств. Скорее всего, на порядок пророчеств влияет география. Порочество начинается с восточных народов соседей Израиля, то есть, тех, которые на востоке от Израиля. Это Омон, Муав, Идом и так далее. Потом отправляется на юг, филистимляне. Потом поднимается над севером Сур и Цидон и опускается в Египет. То есть, да, и занимается этим. Также, в принципе, скажем так, можно увидеть еще интересную вещь, что, в принципе, есть также содержание в пророчествах, мы видим также, как бы, в принципе, построено по смысловому порядку. Что такое смысловый порядок? Если мы возьмем, скажем так, первые два главы в пророчествах к народам, они занимаются, скажем так, реакцией народов вокруг на разрушение, то есть, катастрофу, которая произошла с народом Израиля. Это два первых главы. Тогда же, как остальные главы, занимаются в основном, скажем так, гордыней Сура и Египта, и, в принципе, их царей, а также того разрушения, которое придет к Суру и Египту. Занимаются ними отдельно, без связи, с реакцией. То есть, да, и, в принципе, да, есть их отношение к народу Израиля, но это не основная тема пророчества против нас. Окей, в нашей 25-й главе, давайте сейчас мы глобально такое введение сделал, как это, то есть, пророчество к народам, как оно распределено по главам, которые мы будем в ближайшее время учить, то есть, восемь глав перед нами. Давайте вернемся именно к нашей главе. В нашей главе, 25-я глава, есть пять коротких пророчеств о четырех народах. Амони, два пророчества, сейчас разберемся, Муави, Эдоми и Филистимляна. Каждая пророчества построена, скажем так, похожим строением, с точки зрения содержания и языкового оборота. Вот, со точки зрения вида, как сказать, строения языка, то есть, да, лошон. И, в принципе, они начинаются сначала, что народ сделали то-то и то-то, так-то или по-другому, были рады или что-то сделали, по отношению к падению народа Израиля. За это они будут тяжело наказаны Всевышним, и так они поймут, кто Всевышний. Окей? И насколько он велик в своем правлении, в этом мире. Окей? Это, в принципе, строение, которое есть. Почему порядок построен так? Мы разберемся к концу урока, когда после урока мы разберем все пророчества по каждому народу. Итак, начинаем с первых двух пророчеств, мы сказали. Дело в том, это Камон. Дело в том, что два пророчества Камона занимают основную часть вообще нашей главы. И там говорятся два похожих пророчества, и мы разберемся, что они знают, почему два похожих пророчества, и что они говорят каждое из них. Итак, начнем. «И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амона и пророчествуй о них». Кстати, слово, фраза, то есть обрати лицо свое туда или сюда, очень часто встречается в книге Хискет. «И скажешь сынам Амона, слушайте слово Господа Бога». Так сказал Господь Бог. За то, что ты говоришь «ага», имеется в виду, что такое «ага», то есть на иврите это «гэах», то есть «гэах» – это в принципе проявление злорадства, проявление радости, то есть злорадной радости. Так вот, говорящий «ага», поэтому, наверное, перевели «ага», на иврите это «гэах». «О святилище мое», потому что оно сквернено, и о земле Израиля, потому что она опустошена, и о доме Иуды, потому что пошли они в плен. Кстати, обратите внимание, описание пророчества Камону идет уже поздно, то есть уже храм разрушен, народ уже ушел в изгнание и так далее. Это весьма позднее пророчество, и поэтому оно должно быть, если мы потом будем читать другие пророчества, мы увидим, что они были сказаны в более раннем эпохе, а первая пророчество открывается с более поздней эпохи, и доказывает нам еще раз, что порядок не хронологический. Итак, они взлорадствовали, радовались, что народ попал в такую ситуацию. То есть что было в Всевышнем? За это вот я отдаю тебя с нам востоком в наследие. Что это за с нам востока? Раша объясняет, что евреи, это в виду вавилоняне, каздин, а не с нам востока, который будет. Радак имеет в виду, что это персы придут на Омон и уничтожат тебя. Так вот, я отдаю тебя с нам востоком в наследие и распорожат поселение свое у тебя и поставят среди тебя жилища свои, они будут есть плоды твои и пить молоко твое. И превращу я рабу, рабу это рабат Омон, то есть сокращенно, то есть рабат Омон, это столица Омона, аммонитян сегодня, рабат Омон от столицы Ярдании. Теперь вы можете понимать, где это находится. В пастбище верблюдов, а землю сынов Омона в лежбище для скота. И узнаете, что я Господь. И это первое прощество заканчивается. Начинается второе. «Ибо так, сказал Господь Бог, за то, что урокоплескал ты и топал ногой, и возврадовался совершенному отвращению души к земле Израиля, за это вот я простер руку мою на тебя и отдам тебя на разграбление народом, истреблю тебя из народов, и искореню тебя из стран, уничтожу тебя и узнаешь, что я Господь». Особое, скажем так, внимание мы видим Камон. Как мы это видим, что у нас есть два пророчества. Аж два. Никто не доставил слову пророчества, то есть не один народ, а они аж двух, то есть особое внимание. И в принципе это также выражается еще двумя выражениями. Дело в том, что сказано, как мы видим, то есть особое значение, то есть во-первых, мы сказали два пророчества про них, и в принципе это в два раза больше, чем к остальным народам, которые мы сейчас прочитаем. А также фраза, которая началась по отношению к сыновьям Амона, эта фраза началась «симпанехаэль», то есть, обрати лицо твоего сыновьям Амона, то есть в принципе обращение во втором лице «вы», ко всем остальным народам это описание в третьем лице, что с ними будет. Здесь во втором лице напрямую обращение к народу. Давайте разберемся с этими двумя пророчествами. В обоих пророчествах в принципе основная тема это наказание, которое придет на Амон за их злорадство. Это основная тема. Из-за этого злорадства в принципе придет наказание, которое придет к разрушению самого Амона. Сам Амон будет разрушен и развален. И скорее всего в принципе вот в этом двойном повторении именно показана и подчеркнута именно скажем так сама идея, которая доносится до Амона, насколько они были плохи в своем поведении. В чем было плохое поведение? Что именно их скажем злорадство скажите было самое высокое среди всех. То есть они больше всех злорадствовали. Поэтому не получат больше всего. Поэтому к ним такое особое отношение. С другой стороны то есть да в принципе мы можем увидеть все равно что есть небольшая разница несмотря на все это. То есть есть небольшая разница между первым и вторым пророчеством и может должны понять о чем будет. Дело в том что мы можем обратить внимание сразу что в первом пророчестве обращение если бы мы считали на иврите это было более хорошо видно что обращение идет когда обращается к Амону в женском роде. Тогда же как во втором пророчестве обращение к Амону идет в мужском роде. Почему? Потому что скорее всего обращение в первом пророчестве к Амону является обращение к земле Амона поэтому женский род А во втором пророчестве обращение к народу ОМОНа, естественно, это в мужском роде. На иврике это на русском тоже. Более того, оба пророчества, у них есть одно, скажем так, похожее строение, которое раскрывает разные вот эти вот стороны земли и народа. Например, в первом пророчестве приведено три вещи, которым злорадствовали ОМОН. Как написано в третьем стихе. То есть ты говоришь, ага, вот так они знают. За что? О святилище моем, потому что оно осквернено первое. И о земле Израиля, потому что она опустошена. И о доме Иуды, потому что пошли они в плен. То есть три темы, по которым ты злорадствуешь. Так приведено в первом пророчестве. Во втором пророчестве, в принципе, описывается глобальное разрушение земли Израиля, включая все эти аспекты. И там написано, что именно делали. Три аспекта, как злорадствовали ОМОН. Что они делали? Что рухлеплескал ты, первое, и топал ногой у второго, и возрадовался в совершенном отвращении души к земле Израиля, третье. Теперь смотрите. Похожее, то есть подход, то есть деление, мы видим также и в наказаниях. Смотрите, в наказаниях в первом пророчестве сказано, и вот я, после того, как злорадствовало о святилище и так далее, И смотрите, первое, расположит, то есть тут, правда, приводится четыре вещи, расположит поселение твои свои у себя, раз, поставит среди тебя жилища свои, два, они будут есть плоды твои, три, и они будут пить молоко твое, четыре. То же самое во втором пророчестве, четыре аспекта, которые произойдут. Забот это, приду руку на тебя, отдам, во-первых, отдам тебя на разграбление, раз, народам, истреблю тебя из народов, два, оскверлю тебя из стран, три, уничтожу тебя, и узнаю, четыре. Что это значит? В принципе, если вы можете увидеть, то происходит, да, первое, это обращение к земле, то есть, да, земля Омона, то есть, да, ты радовалась, то есть, да, моя земля опустошилась и так далее, и так далее, поэтому ты опустошишься, твои города станут пустыми, пустыми, то есть, в принципе, то, что произойдет, да, это первое пророчество. Во втором пророчестве говорится обращение к народу, то есть, да, и вас же злорадство приведет к тому, что вы сами, народ, будете разграблены, вы сами будете истреблены, вы будете уничтожены, то есть, да, это то, что с вами произойдет, то есть, два аспекта. Теперь, давайте разберемся. Хорошо, то есть, это наказание за злорадство, за все аспекты злорадства придет наказание как земле, так и народу Омона. Теперь, о чем он так злорадствовал-то? Что было между народом Израилем и Омоном, что приведло к такому злорадству Омона, когда произошла катастрофа с еврейским народом, с народом Израиля и земле-израиля? Дело в том, что, скажем так, отношения между Омоном и народом Израилем были древнюю, скажем так, очень натянуты. Это уже видно в эпоху Судей, Шофтим, и в начале эпохи Царства, то есть, да, Израильского Царства. Смотрите, то есть, в книге Шофтим нам уже рассказывают о целой эпохе, когда народ Израиля был порабощен Омоном, пока не произошла война, при которой Омон был поражен Ифтахом. Кстати, про Ифтаха мы читали в Израиле, в этой Афтаре, то есть, да, вторую последовательную голову мы читали о Ифтахе и об Омоне, в книге Судей. То есть, в принципе, Омон поработил из Израиля, в книге эпох Судей, до Ифтаха. В книге Шмуэль нам рассказывается про Нахаш Амуни. Нахаш Амуни в книге, то есть, Шмуэль, он пришел над Явешгильад, Явешгильад, это наделы Израиля, на восточном берегу реки Иордан. И он захотел, то есть, Явешгильад, и он хотел, то есть, скажем так, потребовал выколоть по одному глазу, то есть, правый глаз у сидящих там. То есть, как бы потребовал такого. Но царь Шауль, то есть, который уже тогда был назначен на царство, то есть, молодой царь, скажем так, сломал немножко планы Нахаша Амуни и, скажем так, ему дал по голове. Позже, когда умер Нахаша, то есть, это царь Давид посылает Ханону, сыну Нахаша, в Амон, когда тот был в трауре, его утешить. Что же он сделал с теми людьми, которые пришли его утешать, и слуги Давида? Он их, скажем так, над ними очень сильно поиздевался. То есть, их унизил, и это привело к войне между Амоном и царем Давидом, и царь Давид, скажем так, ударил очень мощно по Амону, очень сильно. То есть, в принципе, уже на этих рассказах можно понять, что почему народ Амона так сильно радовался, так злорадовался падению народа Израиля, то, что с ним произошло. Но, несмотря на то, что Амон от народа Израиля получал хорошо по голове до этого, несмотря на то, что сам Амон был виноват во всех этих стычках, потому что он первый, кто начинал свое, скажем так, насилие против народа Израиля или унижение народа Израиля, за что получал по голове. Но Амон очень сильно был обижен на народ Израиля, потому что ни раз, ни два, ни три, ни четыре Амон был, в принципе, побит войскам народа Израиля. Это было злорадство, то есть, о, а теперь им пришел конец. Окей, таким образом они будут за это злорадство свое наказаны, посесть строгостью суда Всевышнего. Переходим к следующему пророчеству, пророчеству о Муабе. Итак, читаем. Так сказал Господь Бог за то, что говорят Муаб и Сеир. Что такое Сеир? Сеир – это потомки Исава. Это и дом, сейчас мы разберемся, почему у него поменят. Вот подобен всем народам дом Иуды. Это то, что они говорят. За это, то есть за вот эту фразу, вот я открываю Бог, имеется в виду границу Муаба со стороны городов, укрепленных со стороны городов и его красы земли на границах его Бейт Айшимота, Беальмеота и Кирайтейма. Это города Муаба. Окей, не пугайтесь. Сынам Востока, сверх земли сынов Аммона, отдам ее землю Муабам наследию, чтобы не вспомнили о сынах Аммона среди народов. Странно, причем, когда мы говорим о Муабе, появляется Аммон. Сейчас разберемся. И в Муабе совершу казни и узнаю, что я Господь. Окей. В первой же стихе, которую мы, видимо, открыли, из четырех стихов пророчества об Муабе, упоминается сыр. Как мы сказали, сыр – это Идом. Но дело в том, что после этого пророчества, то есть сразу после этих четырех стихов, которые мы прочитали, идет сразу пророчество Идому. Таким образом, в принципе, получается, что этот первый стих – это как бы заглавие о двух пророчествах – и к Муабу, и к Идому. Здесь что-то общее между ними. И действительно, в принципе, первое пророчество, которое мы уже прочитали, это пророчество, оно занимается только Муамов дальше. То есть, да, и больше не упоминает сыр и дом, до того, как мы начнем сейчас читать пророчество об Идому. Теперь, стоит обратить внимание, при обращении к Саиру, то есть к Идому и к Муаву, есть другая проблема с ними, не такая, как с Омоном. И какая? То, что они говорят, «Гин и куорагуим бейт Йуда». И вот как все народы – дом Йуда. О, это совсем другая песня, чем с Омоном. Омон злорадствовал, эти не злорадствия. Что они говорят? Они говорят, что народ Израиля такой же, как все остальные народы. Это теологическое заявление. То есть, теологическое заявление. Дело в том, что мы уже видели, уже в 20-й главе к нам учили, насколько жестоко и жестко реагирует Всевышний на желание самого народа Израиля быть, как другие народы. Там сказано «Гаулер, рухахем, гайоротие, ашератэм, умринь, неакийгоим». То есть, вы задумаетесь, не будет такого, то, что вы говорите, будем, как все народы. Народ Израиля представляет Всевышнего. И, в принципе, удар по статусу народа Израиля является ничемным, как удар по статусу самого Всевышнего. То есть, в принципе, причем, сразу, что народ Всевышний среди народов и их глазах. Таким образом, Муав будет наказан. Почему Муав будет наказан? Потому что они считают, что народ Израиля, как все народы, что только как все народы. Имеется в виду, что у них Бог, как у всех народов. И то, что они поражаются, значит, они будут поражены, как все народы. То есть, в принципе, и Бог их поражен. Поэтому придет Всевышний и покажет им их теологическую ошибку. Удар и катастрофа народа Израиля разрушения храма были не потому, что Всевышний слаб, не дай Бог, а именно с точки зрения наоборот. Потому что Всевышний нарказал народ Израиля, ибо народ Израиля не шел путями Всевышнего. Только из-за этого это произошло. Но до сих пор народ Израиля остается народом Всевышнего, и ничего не изменилось. Таким образом, Муав будет наказан, чтобы они знали, что Господь, то есть, то есть, то есть, киани ашем, что я Господь. Интересно, есть, как мы сказали, в 10 стихе есть проблема. Сынам Востока сверхземли Сыновамона отдам ее и землю Мава, наследие, чтобы не вспомнили о сынах Амона среди народов. Во-первых, предложение построено, если в Ноябрите упрощить, вообще, что ее свернет. Оно очень странно построено с точки зрения строения предложения. То есть, да, как называется, есть орфография, есть на русском, как говорят, тахбир. Ну, слово, которое говорит, то есть, есть строение предложения. То есть, да, я помню, как сочинение в Советском Союзе писали, в русской школе, ставили две оценки. Была одна за орфографию, то есть, да, за ошибки, за правильность написания, а вторая за построение. То есть, да, вот. Короче, здесь даже строение предложения построено очень странное, очень проблемично, но здесь большая проблема. Мы говорим о Муаве. Синтаксис. Синтаксис. О, спасибо. Окей. То есть, синтаксис нарушен. Спасибо за поправку и за... Так вот, синтаксис нарушен, это отдельная песня, не буду этим заниматься, но тут другое. Тут ОМОН появился вдруг неоткуда. Мы же с ОМОНом закончим, что с ОМОНом делать? Какая с ним связь? Уже две, аж два пророчества с ОМОНом были посвящены. Зачем если он приводит ОМОН? Скорее всего, ответ очень простой. Для того, чтобы именно подчеркнуть огромную разницу между ОМОНом и Муавом. Оба народа будут наказаны за их реакцию на то, что произошло, на катастрофу народа Израиля и разрушение. В любом случае наказание будет разное. Из-за того, что у Идома было злорадство, открытое злорадство нападения Израиля, из-за этого они будут наказаны, Муав будет наказан за теологическую ошибку в своем заявлении. Поэтому грех ОМОН намного более страшен, чем грех Муав. Таким образом, про ОМОН сказано, что Всевышний, то что называется, то есть, да я приду, давайте зачитаем, отдам вас на разграбление, истреблю тебя из народов, искаю тебя из страха, уничтожу тебя. Это то, что произойдет с ОМОНом. А по поводу Муава сказано, совершу казнь, то есть, да, шпатым. То есть, да, я буду совершать казнь. То есть, не сказано, то есть, жестоко так уничтожу. То есть, их грех был у Муава, не такой уж тяжелый, поэтому Всевышний будет их, скажем так, минорнее наказать. Он не будет их уничтожать. Окей, на этом этапе мы перейдем к небольшому, следующему небольшому пророчеству, Идом. Итак, читаем про Идом. «Так сказал Господь Бог, за то, что делал Идом, когда местью мстил дому Иуда, и согрешили грехом и мстили им. За это, так сказал Господь Бог, и простру руку мою на Идом, и истреблю в нем человека и скот, и придам его разрушению от Теймана, это город Идома важный, и до Дедана, еще один город Идома, от меча падут они. Я дам месть мою над Идомом в руку народа моего Израиля, и свершат ее над Идомом по гневу моему, и ярости моей познают месть мою слово Бога». Дело в том, что наша глава заканчивается, мы сейчас скоро прочитаем, еще филистимлян, плештим. То есть и заканчивается на этом глава, на Идоме и на филистимлянах. У обоих этих народов, как мы сейчас увидим, филистимлян тоже, есть один аспект, который еще был не упомянут по поводу Омона и Моа. И это месть, накам, то есть месть. Пять раз используется слово numkufmem, накам, то есть корень накам в пророчестве над Идомом, и тоже пять раз над филистимлянами. Тогда как из этих пяти раз, три раза этот корень появляется в поведении Идома или филистимлян, что они делают, и два раза описывается этот корень у Идома или филистимлян, потом, что сделает Всевышним с ними, то есть с этими народами, тоже, то есть как мщение, то есть корень накам, то есть в принципе Всевышний им отомстит. Окей. Значит, проблема Идома с народом Израиля это то, что он мстит народу Израиля. Теперь вопрос, и за что же Идом так сильно мстит народу Израиля? То есть в чем мщение? Кстати, скорее всего, имеется в виду, что мщение имеется в виду, что Идом присоединился к врагам народа Израиля, к Вавилону, для того, чтобы ударить народу Израиля. За что же так сильно мстит нам Идом? В принципе, скажем так, между Израилем и Идомом было весьма напряженное отношение в течение поколений. Например, царь Давид, скажем так, нанес огромный удар по Идому, вплоть до того, что он их сделал басалами, то есть, да, и поработил Идом. Как сказано, в Яцем дом не цавим бы коли дом, шам не цавим бы е коли дом, а в Адим ли Давид. То есть, да, это Шмоль Б, восьмая глава, можно открыть, я прочитаю, давайте, чтобы перевести вам точно, не цавим. Шмоль, вторая глава, вторая книга, восьмая глава, там сказано следующее, четырнадцатый стих, и поставил он наместников в Идоме, по всему Идому поставил он наместников, и стали все Идомеи рабами Давида, и помогал их сходь Давида всюду, куда он не ходил. Это то, что происходит, есть этому, скажем так, более широкое описание в первой книге царей, можно тоже это увидеть в книге царей, сейчас открою, первая книга царей, одиннадцатая глава, там в пятнадцатый стих, и был, когда Давид был в Идоме, его начальник Юав пришел для погребения убитых и перебил всех мужчин в Идоме, ибо шесть месяцев оставался там Юав, все израильтяне, пока не истребили всех мужчин в Идоме. То есть, в принципе, этот удар, который нанес Давид с Юавом, привел к падению, скажем так, великолепия Идома, которая привела к тому, что Гадад Адумейский, который убил, то есть убежал, прошу прощения, от массивного, скажем так, истребления, которое было в Идоме, он стал одним из ненавистников, то есть одним мстителем царю Шломо, потомку Давида. Дело в том, что, скажем так, очень неприятельские отношения между Идомом и народом Израиля происходят в времена Йогарама, сына Ахава, царя Израильского, царя Израильского. Кстати, тогда Идом сбросил феодальное, господское отношение Израиля над Идомом, и в принципе на этом этапе прекратилось порабощение Идома Израиля, царским царством, и в принципе в более вхожем эпохе цари и иудеи воевали тоже с Идомомом. С Идомом, например, Амация воевал, и во времена Хиския, то, что произошло, что Израиль, то есть часть еврейского народа, расселились на горе Сеир, то есть которая принадлежит Идому. Кстати, Идом тоже наносил ни одной, ни два, ни три, ни четыре раза, то есть удары по Израилю на падение. Как их описывает, например, пророк Амос. Давайте я вам прочитаю, то есть пророк Амос, это в Треасар, пророк Амос, сейчас открою его, это в первой главе, первая, я сказал, а не вторая, первая глава, там описано в это одиннадцатый стих, да. Так сказал Господь за эти три преступления Идома и за четыре не отвращу я гнева от него, за то, что с мечом преследовал брата своего. Незабываемый Идом – это Иса. Поэтому, когда он преследовал народ израиля, преследовал своего брата и отбросил жалость свою и буйствовал гневу всегда и во веки хранил он ярость свою. То есть, в принципе, Иса Идом никогда не прекратил ненавидеть я Ахова. То есть, и он постоянно преследовал ненавистью и яростью. То есть, да, и постоянно пытался его убить. То есть, в принципе, говорит пророк Амос, что, скорее всего, во время, то, что уже сказал, во время разрушения иудейства царства Идумеи присоединились к Вавилону для того, чтобы отомстить, то есть, в принципе, народу Израиля и с крайней жестокостью убивать народ Израиля. По этой причине то есть, в принципе, кстати, в 35-й главе книги Хискель мы увидим, будем читать, то есть, есть прямое обвинение и дома именно в этом. Сейчас вам раскрою, то есть, там и прочитаю, вы это увидите сейчас сами, услышите, точнее, сами. Можете увидеть, если кто откроет. 35-я глава книга Хискель, там, в принципе, прямым текстом почти идет обвинение. Это же пятый стих. За то, что была у тебя вражда вечно и предавала ты мечу дом Израиля во время несчастья их, во время последнего греха. То есть, в принципе, за это они несли. То есть, да, за это идет наказание и дома. За это придет наказание. Придет наказание и дома, причем наказание и дома даже более страшное, чем наказание ОМОНа. То есть, если про ОМОН сказано, что будут уничтожены только их люди, то есть, да, и земля, и так далее, то про Идом сказано на тат, я дьяли, и дом в их ратиме мена адам у вегема. То есть, да, 14 стих, и отдам месть твою над Идом в руку народа моего Израиля и свершит ее над Идом во гневу моему ярости моего и познают меня. Стоп, не это. И простую руку мою над Идом 13 стих, и стремлю к нему человека и скот и предам его разрушению до Таимана. То есть, будут уничтожены не только люди, но и животные. То есть, да, это более жесткое наказание. И, кстати, интересный момент, вы обратите внимание, кто будет наказывать, если ОМОН будет всевышним наказан, Муав будет всевышним наказан, Идом отдан наказание народу Израиля. Идом будет поражен рукой народа Израиля, так будет, придет наказание. Почему? Есть, допустим, комментарий Раби Юсифтара, который говорит, что он пишет так, что это мщение, одно из лучших во всех мщений в Торе, ибо это как бы успокаивает человека, когда он может отомстить сам по себе и сделать со своими врагами так, как ему угодно. То есть, в принципе, когда человек сам лично мстит, то ему это его успокаивает больше. Это такое объяснение, но можно дать другое очень интересное объяснение. Дело в том, что действия Идома можно принять и понять, как продолжение борьбы Исава с Яаковым за первородство. И, в принципе, Исав продолжает и пытается уничтожить Яакоба и забрать первородство назад. То есть, кто избраны? Таким образом, мщение Идому, который является Исавом, придет именно от руки народа Израиля. Почему? Потому, чтобы показать, что Всевышний выбрал именно Яакоба, именно Израиль, и именно ему предлежит первородство. По этой причине наказывать Иука, то есть, да, будет исполнение благословения Яакоба, что рука Яакоба будет над Исавом. И это, то есть, по этой причине будет лично сам народ Израиля мстить. То есть, с помощью Всевышнего Идома. Так, на этом мы переходим к последнему маленькому пророчеству и к последнему народу, которому упомянули. Последнее, как мы сказали, пророчество относится к филистимлянам, про которых сказано многое, скажем так, весьма похоже вечно на того, что сказано про Идуме. Давайте прочтем. Так сказал Господь Бог за то, что поступали филистимляне, то есть, филистимляне мстительно и мстили вместе с отвращением в душе и истребля ради вражды вечной. То есть, да, смотрите, они с особой жестокостью вражеской, то есть, враждой истребляли, мстили, то есть, народу Израиля, то есть, нападали, с враждой вечной, это вечная вражда. За это сказал Господь Бог, вот я просираю руку мою на филистимляне и истреблю керейтимлян. О, очень важная вещь. Он просрет руку на филистимлян и уничтожит керейтимлян. Это люди Крита. Потому что кто такие филистимляне? Это пришедшие с Крита. Поэтому это называется критимляне. То есть, это филистимляне. Кто филистимляне? Это не один народ. Это не какой-то народ. Это сборище бандитов, при которых пришли с моря. Сборище разных в основном критяне, то есть, которые пришедшие с Крита. Они завоевали, завоевывали обычно прибрежную долину, то есть, прибрежную, то есть, Аждода, Шхелон, то есть, Аза, вот эти пределы. И продвигались вглубь Израиля, боюя с Израилем, пытаясь захватить землю. Они менялись. Это был не один народ. И то, в принципе, это есть филистимляне. Поэтому, когда сегодня так называемые палестинцы называют себя именем филистимлян, это просто смешно. По причине того, что они никак не связаны с ними этнически. Во-вторых, они пытаются сказать, типа, мы вот кнаонейские народы. Филистимляне никогда не были кнаонейскими народами. Сегодня палестинцы там новый прикол. Они говорят, мы типа здесь всегда были и нас завоевал Израиль, пришедший из Египта. То есть, мы типа завоеванный народ всегда были евреи. Поэтому наша земля, мы кнаонейцы. Почему? Мы филистимляне, кнаонейцы. Они даже истории не знают, что филистимляне это не кнаонейцы. Это бандиты, пришедшие с моря из Крита. Более того, они даже не понимают смысла своего названия. Они называют себя палестинцы в переводе с иврита или семитских языков. В части, не арабского, в арабском это звучит по-другому. Хотя он тоже семитский язык. Перевод дословный. Завоеватель, чужак, вторжившийся, завоевавшийся силой. Это дословный перевод названия. То есть, в принципе, получается, палестинский народ, как называем, называет себя прямым словом. оккупанты. То есть, прямо, палестинцы, ферестемляя, флештим, это прямое слово, перевод оккупанты. То есть, в принципе, палестинский народ это народ оккупант, который оккупировал эту землю, которая ему не принадлежит. Так что, знаете, как они сами себя называют, даже не понимая, что они говорят. А почему нас назвали, эта земля называется, назвали Палестиной? По причине того, что римляне хотели нас насолить очень сильно. Насолить нам очень сильно для того, чтобы оскорбить нас и назвать эту землю именем врага, который вечная вражда была с ним. О! А когда у нас была вечная вражда? У нас есть очень историческая, скажем так, большая подоплепка бесконечность вражды с ферестемлянами, начиная с времен Шемшона, то есть во времена Судей, который был Шемшон, то есть который у нас был с волосами тогда, который был Назиром. После этого времена Или, то есть конец эпохи Судей, эпоха Шмуэля, эпоха Шауля, постоянно ферестемляне являются жестокими, злейшим врагом народа Израиля. Потом их побеждает царь Давид во время разделения царства, когда разделились на два царства, на израильское царство, на иудейское царство. Ферестемляне снова приходят и начинают нападать, и снова, то есть есть война с ними, как это просказано в Евраиме, про Иошафата, Иоарама, Музия, Уахаза, и так далее, и так далее, и так далее. Вечная вражда между народом Израиля и ферестемлянами. И таким образом, наказание ферестемлян, это мера за меру. Какая? Карет в уводу, то есть истребление уничтожения. Кстати, очень интересно, то есть на иврите, это в принципе игра слов. Когда Всевышний говорит, лахен коамара шем ру ким, геней минуте йадаля пришти, вы икратите, это критим. То есть да, икратите, уничтожу, это критим, критиянца. То есть поэтому слово крит упоминается, хотя это в херестемляне. Они пришли с крита. То есть это то, что их ожидает. Уничтожение, полное истребление. То есть в принципе, для чего и наказание приходит на ферестемлян, для того, чтобы и донести дальше ту же самую идею. Несмотря на то, что народ Израиля был побит, изгнан, и храмово, и государственность разрушены, это ничего не изменило с точки зрения статуса народа Израиля и, скажем так, тем более не сдвило ни на миллиметр статус Всевышнего, его мощи. Таким образом, конец ферестемлян, когда Всевышний их накажет, и так далее, что они познают, что Всевышний есть Бог. Тофу. Это с точки зрения пророчеств. Единственное, что нам осталось, закроем на этом урок, это, скажем так, почему идет такой порядок. Мы сказали, есть порядок. Сначала идет Амон, Муав, Эдом и ферестемлян. По-настоящему, есть тут цепочка. Цепочка, которая получается, когда предыдущее пророчество определенным способом относится к следующему пророчеству, или следующему к предыдущему. Как мы сказали, очень легко понять, почему пророк начал с Амона, которому посвящено аж целых два пророчества, не самое длинное, потому что, в принципе, это свидетельство о злорадстве Амона и наказании, кто заслужит. После этого описывается пророчество про Муав. Почему? Потому что есть четкая задача, в принципе, это четкая цель преследуется, показать на контрасте между Муавом и Амоном, то есть, какая с ними, какая между ними разница. То есть, одни радовали взбородство, другие теологические заявления придут, поэтому будут наказания у них разные. Но вместе с Муавом уже упоминается Саир, то есть Идом следующее, потому что тоже есть зацепка и связь, потому что оба, и Муав, и Идом разделяли теологический проблематический подход, теологический проблематичный подход, что все народы иудеи, то есть, народ Израиля, он такой же, как все народы. И по этому причине они тоже подзавязаны. В конце упоминается филистимляне, потому что у них есть завязка с Идомией, и она завязана на вечной вражде, на ненависти, мести, которую они устраивают. Таким образом выстраивается цепочка, которая завязана между собой, между Омоном, Муавом, Идомом, и филистимлянами. Таким образом мы учим, что каждые два народа, которые стоят рядом друг с другом в пророчестве, есть какой-то общий знаменатель, и это влияет на появление пророчества о них. На этом мы разобрали нашу главу, как смогли. В принципе, на этом мы заканчиваем урок. Те, кто слушал записи, я прекращаю запись. До новых встреч. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok